Всем привет! С вами канал Семейная Ферма Деревенский Блог. И в этом видео вы увидите, как мы поставили ловушки на пчел. Какая штука! Для того, чтобы они получше прилетали. И первый раз за 3 года, получается, нам удалось поймать раи. Также я вам покажу, как мы купили пчелосемьи и заселили их в ули. Смотри, сколько этих трутных. Давай, ставь сюда. Еще я вам покажу, как мы собрали первый урожай помидоров в этом году. Помидоры в этом году, конечно, удались. Кроме того, я вам покажу наш новый забор вокруг фермы. Расскажу, как мы его делали, из чего делали и во сколько он нам вышел. Ну а также, как я и обещал, покажу, как мы проводили дезинфекцию нашего птичника при помощи дымовой шашки. Фу, аж глаза ест. Фу. В общем, больше заходить не буду. Ну и все остальные новости из семейной фермы также постараюсь осветить. Папа! Итак, поехали! В этом месяце постарался больше времени уделить пчелам. Провел такую диагностику всех ульев. Добавил надставки для того, чтобы пчелы собирали мед. Это вот такие полурамки, которые находятся сверху, над основными рамками в улье, куда пчелы носят непосредственно мед. И пчеловод, когда откачивает мед, забирает только верхние рамки, а нижние оставляет пчелам. Там живет матка, там живет сам расплод. Также там они откладывают мед, который им нужен для того, чтобы самим жить и развиваться. Старался хотя бы раз в неделю к ним залезать, смотреть. Весна у нас в этом году поздняя. Весеннего меда у меня не удалось собрать. И сейчас, я надеюсь, что в начале августа уже буду качать мед полноценно. До этого момента, наверное, залезать к ним больше за медом не буду. Один есть. Они нас не трогают, потому что мы у них ничего не забрали. Также я сделал такую же ревизию в эпидомике. Там у меня улья под названием лежак. То есть там нет наставок сверху. Все рамки располагаются горизонтально. Я тоже там посмотрел, добавил рамок пчелкам, для того, чтобы было куда тащить мед свой собирать. У меня там два улья в эпидомике. Один улья у меня не пережил зиму. Я поймал рой и засеявил его туда. Теперь у меня полный комплект. Начинают забираться уже. Сейчас, я думаю, не заполнят я эти рамки. Дайте им там пару дней. Вот это у меня. Не думала, когда она сделана. Здесь не нужно. Также я залез, посмотрел колоды. Там обслуживать ничего не надо. То есть я просто смотрел, как там вообще живы ли пчелы. Хотя они летали. Но еще раз убедился, что на самом деле достаточно трудоемкий, конечно, процесс. Это колодное пчеловодство по сравнению с сульями. Потому что очень сложно и обслуживать там, и собирать мед. Все очень проблематично, на мой взгляд. Ну вот так вот колода выглядит внутри. Вот кто опытный пчеловод, знакомый с колодами, скажите, вот как здесь собирать этот мед? Хотя здесь особо меда я не вижу. Потому что лебезки, видите, они только отстраивают. Если он есть, он только сверху там есть. Туда вообще не добраться. Вот подмор, который был на крышке после зимы. Сейчас мы его вытряхнем и закроем крышку. Собственно, я думаю, что нужно оставить немного времени, чтобы они дальше отстроили эти лебезки с медом. И уже снизу срезать эти лебезки. Поэтому пару месяцев им дадим. Дальше опять откроем крышку. Даже не пару месяцев, а месяц. И посмотрим, сколько там меда. Смогли ли они отстроить дальше эти лебезки свои. Потому что у них там тоже ограниченное пространство. Поэтому, может быть, немножко получится забрать. Еще хотел показать вам лисят. Охотники нам подарили двух лисят. Потому что, я так понимаю, что у них мамка погибла. Получается, они обречены в дикой природе на смерть. То есть, либо мы их выхаживаем, либо они погибают без нее. Потому что не могут достать себе еду. Мы их кормили. Ухаживали за ними. Вот, ну, правда, на момент монтажа этого видео за одним лисенком мы все-таки не уследили. И он убежал. Я надеюсь, с ним все хорошо. Но на самом деле достаточно дикие животные. Вот. У меня, получается, лисенка не осталась. Один лисенок остался у моего товарища. И если, в принципе, мне еще раз предложат лисенка, да, наверное, я все-таки откажусь. Потому что, как оказалось, вот красивая только картинка. То есть, за ним надо очень сильно ухаживать, постоянно смотреть. Потому что вот у меня лисенок получился достаточно злобненький. У друга добрый. И он его даже на руки берет. К моему же я сам, честно говоря, даже боялся подходить. Потому что он прям лез кусаться, а прививок ему еще не было сделан. Я планировал только сделать ему прививки. Поэтому я старался максимально аккуратно с ним вообще взаимодействовать. Нет, смотри, смотри. Сейчас вот так вот. Если прокусит, то... Добрый-добрый лисенок. Не кусается, да, сказал поврдавец? Практически. Белка вон уже не боится меня. Закапывает во все клумбы орешки. Который только знает. Вон, прям ручками закапывает. Он бежит по крыше и туда сейчас забежит. По ветке. Привыкла уже. Интересно, на сколько даст подойти? Еще мы отремонтировали наш прибрежный мостик. Я вот сейчас его как раз убираю, глину с него. Потому что в момент половодия его поломало. И полностью засыпало там глиной. И часть лестницы просто оторвало. Пришлось ждать, пока вода опустится. И только сейчас вот удалось его нормально отремонтировать. О-о-о! Очень вкусная веточка. Очень вкусная веточка! Папа! Пап! Я же сказал, что не еще от меня от нее. Она всегда на меня хочет пободать. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Может быть, я заморозкоровался, и она меня не знает. Хотя она всех бодает. Вот гляди, это тоже мои рога. Глядите, как она красива, точно рога. Наверное, для меня... Не подходи. Ну а пока Семен выяснял свои отношения с козой, я на самом деле рядышком вешал ловушки для пчел. Которые, кстати, позже сработали. Первый раз за три года. Ставим ловушки здесь. Нашли хорошее место. Вот так вот вдоль оврага. Здесь такой овражек с ручьем. Вот ручеек течет. Красивый. И вот здесь как раз старое дерево. Вот мы поставили такую ловушечку сюда. Очень надеюсь, что может быть в этом году все-таки удастся что-то поймать. Сейчас покажу, как Семен помогает. Моральная поддержка. Апиройчиком помажем. Какая штука. Для того, чтобы они получше перелетали. Она вкусная? Она? Угу. Ну, для них вкусная. А для нас? Для нас, я думаю, нет. Привезли две пчелы семьи. Как раз прям под наш багажничек. Кстати, сложно передать на словах, но это отличный ароматизатор для машины. Потому что едешь, прям пахнет пчелками. Такой апидомик получается. Здесь. Сейчас пойдем устанавливать. Кстати, еще узнал, что то ли у нас, то ли у кого-то из соседей отроился рой. Сейчас пойдем его ловить и попробуем его вернуть назад в улей, если это наш рой. Или заселить новые улей, если этот рой не наш. Сейчас будем заниматься. В тот раз я ел до этой сетки вот такой дотронулся, и меня укусили через нее пчелы. Получайно. Но это было просто поздно ночью. Я плохо видел. Раз, побегусь. Так. Так. Шапку. Одень шапку. В общем, мы с Семеном очень быстро одели костюмы пчеловодов. Взяли раевню, побежали снимать рой. Удачно, в принципе, его сняли. Заселили в пустой улей. И наши пчелосемьи, которые мы купили, также одновременно заселили. Теперь все у нас ульи заполнены. Но он ожидал сюрприз. Потому что буквально через два дня мы еще поймали две пчелосемьи в нашей ловушке для пчел. Стави сколько этих трубинок. Давай, ставь туда. Ну, кажется, снимай. Это точно трутевки. Видишь, какие большие висоты. Так. Ну, собственно говоря, я последнюю выставку сам уже. Последнюю рамочку. Так, Семен. Сейчас. Секундочку, одни. Это я кашу траву перед пчелиными летками. Но не для того, чтобы красивее было. Мне почему-то кажется, что им тяжело летать, когда перед ними такая высокая трава. Поэтому я стараюсь им такой делать. Ровный такой аэродром. Ну, кто из знающих пчеловодов, подскажите, а вообще есть ли в этом смысл или нет? Итак, пришел поделиться радостной новостью по поводу помидор. Так, рано помидор еще я ни разу не удалось мне собрать. Вчера уже собирали. Вон и сколько. Сейчас начало июня, тем более у нас холодная весна была. Вон они какие красивые. Разные сорта у меня. Но помидоры в этом году, конечно, удались. Уже можно так сказать. Огурцы тоже. У нас же были проблемы с листьями. Они даже частично остались. Вот, допустим, здесь листья завидают. Уже чем только их не прыскали. Но, тем не менее, вот эти, допустим, уже не болеют. Нормально. Я решил все равно уже времени не тратить. Потому что огурцы есть. Вот, в принципе, их полно. Поэтому уже я теперь, когда они отсветут, я полностью здесь перекопаю всю землю. Вот. Наверное, даже немножко частично здесь землю поменяю. И посмотрю уже, как будет следующий урожай. Потому что, ну, я не смог найти какого-то вредителя, который бы здесь все это сделал. Вот это. Может быть, это правда было от холода. Ну, вот сделали небольшой здесь столик такой. Для того, чтобы какие-то хозяйственные вещи. Вон, веревки. Сами помидоры, семена здесь хранить. Тут стоял стул раньше. Это, конечно, было неудобно. Что-то хранилось вообще. На каких-то на земле, на стуле вешалось. Теперь здесь гораздо удобней. Вот, с этим столиком. Ну, еще, что касается теплицы, я уже в этом году доволен. Считаю, что, ну, очень удачно получилось. Несмотря на позднюю весну, что мы уже стали собирать и огурцы, и помидоры. Хотя сейчас только начало июня. Вот. Но обязательно я буду ее модернизировать. Потому что здесь не хватает у нас второго слоя полиэтилена. Сейчас к нему не подобраться. Но вот на эти штуки я буду делать второй слой. Как только вот эти огурцы все отцветут, вот эти вот я жду, я сделаю второй слой. И сразу же посажу второй урожай огурцов. Скорее всего, это будет середина августа. Здесь придется, конечно, с помидорами повозиться, чтобы второй слой туда полиэтилена закрепить. Но что делать? Без второй слоя нормально не обогреть и не собрать огурцы до ноября месяца. А если будет второй слой, то я думаю, что проблем точно не будет. Котенок застрял там. Ну покажи котенка. Котенок. Синий глазок. Переместили все-таки кур из куриного трактора. Дело в том, что они там стали хуже нестись. И я подумал, что, может быть, если они будут все вместе с петухом жить, они занесутся получше. Посмотрим. Но единственное, что там не хватает гнезд, поэтому я решил им добавить такое импровизированное гнездо. Нашел такую корзину. Сейчас заполню соломой ее и поставлю туда в курятник. Гнездо получилось неустойчивое. Наверное, я вот здесь вот так вот его сейчас притяну, привяжу. И тогда получится нормально. Закрепил гнездо веревочкой. Заодно решил собрать яйца у них. Не очень удобно это делать и снимать, но для контента можно. Сейчас они стали нормально уже нестись. Вон, яиц много. Не знаю, видно, нет. Вчера 11 было в день. Так, сегодня чуть поменьше. Еще, конечно, не вечер, но это маловато. Нам надо соломы добавить им. Маловато соломы здесь. Сейчас пойду еще схожу, соломки возьму, добавлю и гнезда. Я буду сейчас вот сюда в нижний положить, а то у них нижний это любимый гнездо. Здесь нормально соломы препятствуются. Нет? Ну пусть будет еще. Здесь особенно не хватает. Все нормально. Так, вот у нас цыплятник. Цыплят здесь уже не осталось. Гусята все уже, и цыплята на улице бегают. Это такой у нас брудер, который уже для среднего уровня цыплят, которым уже пару недель. А там вот маленький. Сейчас мы все это будем убирать. Поставим сюда дымовую шашку. Я помню, я вам обещал показать, как я дезинфицирую крейтинг при помощи дымовой шашки. Постараюсь обязательно это снять. Но для этого сперва надо все здесь, конечно, почистить, все очистить. И вот уже потом я ее поставлю. Так, надо им вот сюда, в тенечек. О, они уже здесь все. Сейчас прибегут. Вот так. Ну, сама шашка дезинфицирующая. Это просто два порошка, которые перемешиваешь, поджигаешь, и это все дымится, и дезинфицируется сам курятник. Шашки бывают двух видов. Есть те, которые вместе с животными можно использовать в курятнике. Они даже их лечат, как бы, от болезней. А эта шашка непосредственно такая, более ядреная. И ее использовать можно только без животных, предварительно закрыв полностью все вентиляционные люки. Фу, аж глаза ест. Фу. В общем, больше расходить не буду. Ну, все, работает. Ну, в зале сейчас я за задницу укусил. Так, смею ее. Так она. Все свои. Берегай. Что интересно, гусеник защищал инкубаторских гусят, которые я специально здесь держал в клетке, в гусятнике, чтобы они привыкли к ним. И если их выпускать просто, то их они начинают гонять и щипать. Но тут, видимо, она все равно за своих решил вступиться гусыне. Гусят на две недели решил посадить в куриный трактор, который освободился. Там у них трава растет, пусть они пощиплют ее именно, походят в траве. И через две недели уже переселю к основным гусям. Они уже достаточно большого размера, и пора им уже в взрослую жизнь вступать. Ну и так, походите. Мы лучше, чем в этом рубере. Они уже из него выросли, конечно. Так, идем на новое место жительства. Да, травка тут сочная. Ну все. Вообще, у меня есть два гусенка, которые высадила гусыня. И я как-то запускал этих больших гусей туда, в вольер, так они вообще беспомощные по сравнению с теми. Хотя те намного позже. То есть они, наверное, недели на три, а то, может быть, почти месяц, они позже вылупились, чем эти. Вот. Но те все равно, поскольку они вместе с гусыней везде ходят, они ходят на речку, они везде ходят. Они уже очень много чему обучились, и они там и падают, кувыркаются, встают. Эти падают, потом не могут еле встать. Вообще, постоянно где-то там застревают и так далее. Те нет, те, конечно, прям каскадеры. Хотя они вот размером как два кулачка. Ну, это понятно, что мамка их всему учит, а здесь они сами обучаются. Но планирую через неделю все равно их уже, сейчас они вот чуть-чуть здесь еще посидят, через неделю отправятся ко всем гусям уже в гусятник, и уже будут с ними жить на постоянно. Также у нас собрались люди, разобрали весь завал около моста. Я, правда, не успел поучаствовать, потому что я пришел как раз к самому концу, когда все было сделано. Ну, я небольшую лепту свою внес, покосил траву вдоль моста, и одно кресло, которое было посередине реки и застряло. Я также при помощи квадроцикла отбуксировал туда, в эту кучу, которую через месяц, когда она подсохнет, всю эту кучу старых досок мы сожжем. Сегодня я решил вам рассказать про наш новый забор. Здесь был у нас забор из металлической, из металлической сетки, с такими рамками металлическими. Но этот забор мы решили отсюда унести. Во-первых, не такой красивый на внешний вид. Во-вторых, он сделан для того, чтобы животные не могли пробраться. Соответственно, поскольку мы на этом поле решили огородить и сделать выпас для наших животных место, то нам нужен был надежный забор для того, чтобы козы через него не могли перенестить. Потому что корова и через такой не пройдет. Коза она перемахнет через любой забор, мне кажется, кроме сетчатого. И так, собственно, почему я остановился именно на этом заборе, я вам расскажу. Потому что это недорогой забор, сделан он просто из досок. Причем доски находятся просто в земле. Потому что я долго считал варианты, сделан это было из экономии. Самое здесь уязвимое место этого забора это то, как он входит в землю. То есть вот это место, когда забор входит в землю, оно в первую очередь гниет и в первую очередь на этом месте доска обламывается просто, забор падает. Но это происходит чуть несколько лет. Поэтому, собственно, решение было такое. Я купил антисептик для дерева, для наружных работ и поставил его в такие пластиковые черные бочки большие. Туда клал я так, чтобы нижняя только часть доски им пропитывалась и 15 сантиметров вон там вот над уровнем земли тоже было пропитано. Чтобы вот это место соприкосновения было прям идеально пропитанным этим антисептиком и хорошо. Я полдня оставлял, он полдня пропитывался, дальше вынимал, клал в другую бочку, чтобы антисептик туда стекал, чтобы много не было потери антисептика. Он дорогой. Вот. И все. То есть получился очень небольшой забор. Я сейчас постараюсь найти бюджет, показать вот на экране сколько он вышел, сколько метров забора и в какую цену он стал. Я надеюсь, что с таким антисептиком, с такой пропиткой пять лет, может быть даже и больше, он прослужит. Но даже если прослужит меньше, то я буду просто, значит, какие-то столбики поменяю так же. Но внешний вид мне очень нравится в стиле кантри, такой деревенский стиль. Здесь вот четыре сейчас доски. Делано это потому, что еще пока козы-то у нас проходят здесь мимо и могут подлезть, поскольку у них забор еще не сделан. Но дальше я думаю, либо я сниму нижнюю доску, либо, может быть, и так оставлю. Ну, на этом на сегодня все. Всем пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Это поддержит канал. Для вас это не сложно, а для канала это реальная поддержка. Всем пока и до встречи в новых видео.